Здравствуйте, вы смотрите Телефорум. В Госдуме рассмотрят законопроект, где депутаты предлагают внести изменения в семейный кодекс. Приравнять сожительство к официальному браку. Сегодня мы будем обсуждать это с нашими экспертами, можно ли уравнять. Это две абсолютно разные жизненные ситуации, на наш взгляд. В наших гостях Галина Карташова, зав. отделом ЗАГС администрации города Владимир и адвокат Вадим Залевский. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы сейчас будем с этим разбираться. И нашим телезрителям сегодня тоже поставили вопрос остро. Сожительство можно ли считать браком? Депутаты предлагают в ряде условий, то есть количество лет, проведенных вместе, плюс совместно нажитое имущество и ребенок, который появляется в результате этого сожительства. Так вот, по сути, это одно и то же, один вариант ответа. Нет, это разная степень ответственности, вообще нельзя приравнивать эти два понятия. Напоминаю, что звонок абсолютно бесплатный. Нам интересно ваше мнение, продискутируем. Чуть позже я оглашу результаты, которые были проведены в нашем интернет-пространстве. Там отвечала более молодая аудитория. Сравним эти показатели. А пока давайте разбираться. Ведь очень часто с Галиной Валентиновной мы неоднократно говорили об этом в эфире, что существует такая подмена понятий гражданский брак, и сожительство, и официальный брак. Да. Хотелось бы напомнить всем, кто нас сейчас смотрит, о том, что 18 декабря Россия отмечала 100-летие органов ЗАГС. То есть 18 декабря 1917 года был принят декрет, который отделял государство от церкви, и декрет, который определял порядок регистрации актов гражданского состояния. Так вот, на такое номинование, такой термин, как гражданский брак, это как раз название тех действий, которые производятся в светском обществе, в государстве, в органе ЗАГС, отделяя тем самым этот гражданский брак от церковного на тот период. Но почему-то сейчас люди стали немножко перекладывать понятия с одной стороны на другой, и гражданским браком называют то, что надо называть сожительством. Вот в моем понятии сожительство, оно имеет место быть, имеет место быть, но все-таки это суррогат брака, поскольку есть уже устоявшаяся система 100 лет, это не год, не два, не десять, есть сопутствующие законодательные моменты, которые определяют жизнь в браке. И вот так просто одним розчерком признать отношения людей, которые решили пожить вместе, может быть, это пробный брак, может быть, это еще какое-то партнерство можно назвать, но приравнять его к брачным отношениям, я вот категорически против, хотя я не истина в последней инстанции. То есть депутаты предлагают вот этот тот самый гражданский брак, который есть на самом деле сожительство, да, его узаконить. Ну, несколько тут обстоятельств, которые они считают, что главные, да, то есть это несколько лет мы должны быть вместе, у нас должен быть один или более детей, и вот тогда получается, собственно, зачем нужен этот законопроект, на кого он рассчитан? Я тоже с трудом могу это понять, потому что если люди уже поняли, что они друг другу нужны, важны, тем более, если появились дети, кто мешает потратить пять минут, дойти до органа ЗАГС, подать заявление, тем более, что при наличии общих детей даже срок не надо выдерживать с момента подачи заявления до момента регистрации, наличие общих детей дает возможность зарегистрировать брак в один день. Неужели так это сложно сделать? Или это какая-то негативка, если можно так сказать, по отношению к государственному документу? Но я так поняла, что это сожительство, которое сейчас пытаются узаконить, тоже должно быть подтверждено каким-то документом. Так что за альтернатива для свидетельства о браке? Не понимаю. То есть если не было повода пойти в ЗАГС, зарегистрировать свои отношения, то потом, когда, например, они расходятся, и у них есть совместно нажитое имущество, вот тогда и возникают споры, вот тогда здесь и вступает на защиту адвокатурой, которая говорит, не знаю, а что сделать-то, вы, собственно, не в браке, как вы можете претендовать на совместно нажитое имущество, вы не были официально зарегистрированы, так? Да, но говоря объективно, мы должны согласиться, что действующее законодательство содержит массу инструментов для того, чтобы защитить людей, которые не стоят в официальном браке, но, тем не менее, совместно приобретают какое-то имущество, которое в дальнейшем планируют использовать сообща, ну, и определять его судьбу. Просто в отличие от официально зарегистрированного брака, сторонником которого я тоже, безусловно, являюсь, вот тут Галина Литинна присоединяюсь, в отличие от официального брака, здесь последствия порождаются не фактом заключения брака, а просто гражданской сделкой. Если мужчина и женщина проживают вместе, ну, официально не зарегистрированы, но вместе хотят создавать некие правовые последствия для общего имущества, им достаточно заключить договор. И тогда вот та цель, которую сегодня преследуют разработчики законопроекта, защитить якобы слабую сторону в союзе мужчины и женщины, неофициальном союзе, эта проблема решается. Просто мало кто об этом думает, кто об этом знает и активно применяет. Подождите, то есть брачный договор можно заключить вне брачного? Не брачный договор, просто сделку. Например, мужчина и женщина хотят купить квартиру, но никто не запрещает им выступить на стороне покупателя и тому и другому. Изначально определить доли, в которых хотят они, чтобы возникла эта общая собственность, и стать долевыми собственниками. Пожалуйста, ничья сторона при этом не пострадает. Но если мы говорим об официальном браке, там, конечно, последствия совершенно другие. Это совместная собственность, которая возникает в отношении любого имущества, приобретенного любым из супругов после заключения брака. Ну и, соответственно, в дальнейшем эта общая совместная собственность может по желанию супругов превратиться в долевую, может быть произведен раздел этого имущества. Но, опять же, все это исходя из воли, интересов сторон. Поэтому, резюмирую, для того, чтобы защитить интересы людей, стоящих в неофициальном союзе, не обязательно менять семейное, гражданское и иное законодательство. Надо просто его применять. А если мы говорим уже об официальном браке, то, конечно, ни в коем случае не должно быть суррогатов. Я вот здесь тоже и термин, Галина Валентиновна, очень верно употребила. Это суррогат. Потому что, как юрист, я понимаю, что вызовет огромное количество проблем доказывания вот этого суррогатного брака. Примеров масса можно приводить. А кто будет подтверждать, что мужчина и женщина состоят в неком неофициальном союзе? Ой, подождите, это отдельная тема. Давайте выслушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, Аня. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Знаете, я вот говорю, как мужчина. Я вот проголосовал уже, например, второй вариант поставил. Потому что, знаете, жить без регистрации, это, знаете, лишать детей какой-то ответственности перед детьми. Вот как мужчина, я говорю, иметь женщину какую-то еще в запасе, да? Не то, что в запасе, как говорится, а если ты имеешь там лишние денежки и помогать другой женщине одинокой, вот это я приветствую. Спасибо. Совершенно мужчина, да? Вот как, да? Это, по-моему, восточная вот такая есть философия у них. Ты можешь вести сколько хочешь, жена, ты обязанных всех обеспечить. Содержать, обеспечить, эту ответственность на государство. Знаете, вот мне бы хотелось такой момент подчеркнуть, поскольку я являюсь сотрудником органов ЗАГС, причем очень таким древним сотрудником. Естественно, что историю создания органов ЗАГС и все документы, которые возникали, появлялись в течение вот этих 100 лет, мы, естественно, все это изучаем. И вот 8 июля 1944 года был издан указ президиума Верховного Совета СССР о том, чтобы признать фактически брачные отношения, которые возникли до вот этого указа. В связи с чем это было сделано? Во-первых, военные действия, которые происходили на территории СССР, они исключали в каких-то местностях возможность зарегистрировать в органах ЗАГС, то есть они просто не работали, это оккупированные территории и так далее. А люди все равно создавали семьи. Так вот, чтобы не потерять вот эти семьи, этим указом и было разрешено зарегистрировать в органах ЗАГС брак с указанием фактического проживания совместно, для того, чтобы эти семьи обрели свой статус государственности такой. Но после 8 июля 1944 года государство категорически отказалось признавать фактически брачные отношения. То есть какой-то экстрим, который возник в нашей жизни, да, он мог породить вот такие законодательные акты, но на определенный период, но не на все время. Получается так, что если мы имеем систему государственного признания брака, который заключен в органах ЗАГС, и мы параллельно сейчас будем создавать систему, которая должна тоже признаваться, но мы забываем о том, что наследственные права сюда тоже включены, значит, уголовное судопроизводство тоже будет задействовано, да, и гражданское судопроизводство. Это не просто внести изменения в Семейный кодекс, это во многом поменять систему нашу законодательную. Поэтому я считаю, что это очень такое смелое заявление вот на уровне законодателя, и категорически надо бы отказать в таких вещах. Вы сказали, да, там была такая вынужденная ситуация. Потому что сколько было примеров, когда не знали просто даже о существовании, и о том, продолжает ли жить твоя семья, но вот жизнь требовала своих каких-то продолжений, и создавались вот эти семьи, да, получалось так, что у некоторых еще где-то семьи... Да, и как раз потом корректива была внесена следующим указом, 10 ноября 1944 года, когда признавались фактически брачные отношения, и дети, рожденные в этом браке, если супруг погиб на фронте или без вести пропавшим считался. То есть как бы вот это вот добрали немножечко момент, чтобы эти семьи не страдали, но это было все в интересах детей. Сейчас защищать интересы детей, вот таким признанием, будем опять называть это суррогатом, да, нет необходимости, и работает институт в становлении отцовства. Если отец признает своего ребенка, ему достаточно подать заявление совместное с матерью, в отдел ЗАГС, и в этом случае он вписывается в свидетельство о рождении, статус отца подтверждается. Зачем выдумывать и снова придумывать велосипед? У нас масса мужчин, у которых в браке рождаются дети, и они категорически отказываются от этих детей. Вот над чем надо работать? Надо работать над стилистикой брака, если можно так сказать, над повышением восприятия семейных ценностей, на укрепление семьи. А мы, я думаю, вот таким законопроектом мы будем разрушать понятие семьи и ее целостность. Вот мы сейчас поговорили о разных терминах. Гражданский брак, да, официальный брак и сожительство. Слово такое сожительство, поэтому, может быть, кто-то, наоборот, заменяет его нарочито гражданским браком считает. Знаете, оно неплохое. А вот с точки зрения... Сожительство, это значит, живут вместе. Но когда люди просто живут вместе, без фиксации этого факта, они несут определенные риски, как раз вот в материальном обеспечении. Но они знают об этих рисках. Понимаете, когда человек попадает в полынью, когда он попадает в полынью, это он не знал, что там будет тонкий лед. А здесь, вступая в такие отношения, их не регистрируя, люди прекрасно знают. Я не жена, он не муж, и что я могу с ним сделать? Он сейчас повернется, хлопнет дверью и уйдет. Люди прекрасно это знают. Поэтому поддерживать вот такое бездумие, может быть, или, наверное, неправильно я сказала. Легкомыслие, да, по отношению вот к своей якобы семье. Но, вы знаете, поддерживать вот это легкомыслие, наверное, не стоит. Люди должны знать, что, зачем идет и чем это заканчивается. То есть ты не регистрируешь свой брак, ты вроде бы понимаешь там степень ответственности, последствий и так далее, но пока это любовь, пока ты доверяешь друг другу, ты вкладываешься в ремонт, который тоже нельзя же поделить потом как-то, да, фактически. То есть в здоровье человека, там детей растишь, ты можешь не своих растить, воспитывать, ты тоже в это вкладываешься. А как вот что-то вот коснись, и вот уже начинаются претензии, вроде бы, так сказать, да, имеющие смысл, а с другой стороны... Логика, потеряна логика. Ну, что мешает пойти получить государственный документ? Почему такое отторжение государства? Почему? Я не могу понять. То есть мы будем жить вместе. Я хочу, чтобы я был защищен, или я была защищена, чтобы дети у нас были тоже под защитой государства. Но мы игнорируем ту систему, которую выстроило государство. Ну, как-то это нелогично, очень нелогично. Если обращаться к Западу, ну, я думаю, что нам не стоит перекладывать вот те моменты, которые решаются на Западе, как кажется, может быть, нашим инициаторам вот этого проекта, что можно перенести то, что было уже наработано Западом. Там совсем другая система законодательная. Абсолютно другая. Поэтому, изучая вот данный вопрос, даже не в рамках сегодняшней программы, а просто потому, что это интересно сотруднику ЗАГС, когда мы фиксируем разводы, когда мы смотрим, что не получилось у пар. Я нашла информацию о том, что в 1982 году Эквадор ввел вот эти фактические брачные отношения. Но я не думаю, что нам надо забирать что-то у Эквадора. Наверное, наша государственная система поддержки семьи и ее статус семьи настолько здесь у нас установлен, что вряд ли надо нам обращаться. Как вы считаете, это наша правовая система. Стоит ли нам питать какие-то западные модели? Приживаются они на нашей почве? В чем-то доработать, может быть, и можно доработать. Я глубоко убежден, что за последние 20-летия и законодательство, и судебная практика, они настолько оточены применительно к семейным отношениям. Ведь не секрет, что семейное право, наследственное право это одни из самых прозрачных отраслей и понятных и для юристов, и для обывателей. На мой взгляд, не нужно ничего особо менять, тем более кардинально так, как предлагается. А нужно пропагандировать, нужно учить людей, нужно открывать им глаза на различные аспекты, уже урегулированные законом, и тогда все будет хорошо. Мы ведь понимаем, что изначально, столетиями, складывается понимание брака как союза. Это акт обоюдного желания, когда и мужчина, и женщина заявляют открыто. Сначала это было в церкви, а до церкви в языческих обрядах. Сегодня это государство. Но и в том, и в другом, и в третьем случае мужчина и женщина заявляют, мы хотим вступить в брак. И от этого возникают все последствия. Предлагая нам некие фактические отношения, мы сразу стоим перед фактом, а вообще, кто хотел-то их? А мужчины или женщины заявляли о том, что они хотели этот союз, который пройдет последствия. И тогда ответ мы получим один и однозначный. А никто не даст гарантию, что кто-то из них хотел. А потом, фактически загоняя их в эти отношения, мы далеко, вот мы с вами обсуждали до передачи, мы не гарантированы от злоупотреблений. Вот сейчас попробую злоупотребить. Есть факт государственной регистрации брака. С этого момента все последствия. Расторгнут брак, опять же, все последствия. И мы знаем, что до, что во время и что после. То есть какая-то степень ответственности. Все совершенно понятно. А вот когда мы начнем говорить о том, а когда возникли фактически отношения, а вообще, а были ли они, а хотели ли их, а когда они прекращены, а кто хотел их прекращения, вот там будут десятки вопросов, на которые ответов не будет. И вот тогда люди с ужасом поймут, что им предложили, ну, фактически, мертворожденный институт, который не облегчает жизнь, как сегодняшнее семейное право, а значительно усложняет его. Ни в коем случае, как юрист, который практикует уже 20 лет, я не поддержу вещи, которые усложняют жизнь. Их и без того много. Давайте упрощать. То есть это усложнит. Безусловно. Правоприменительную практику это усложнит настолько, что мы, имея сейчас и без того огромное количество дел о разделе имущества, например, мы получим их кратно больше. Если сейчас, например, четко сформулировано правило, что имущество, приобретенное до брака, даже если мужчина и женщина в этот момент уже находились в каких-то отношениях, оно не находится в совместной собственности, и мы все последствия считаем с момента регистрации брака, то вот, не дай бог, эти изменения примут, мы же погрязнем в спорах о том, а когда возникает право. Кто его фиксировать будет? Чем? Каким документом? Абсолютно согласен. Мы с вами закопаемся, так что. Нет, вы знаете, вот можно такую некую аналогию провести. Когда создавался семейный кодекс, естественно, что пытались учесть все пробелы КОПСа, как мы его называем, кодекс о браке семьи РСФСР, и внесли такую статью о регистрации рождения ребенка, рожденного без оказания медицинской помощи, то есть рода на дому. Сначала все сказали, ой, как здорово, все-таки эти дети будут зарегистрированы, не будет проблем. Что сейчас вышло на выходе, когда изменилась, скажем, политика государства по отношению поддержки семьи? Материнский капитал, выплаты определенных пособий, значит, наделы земельные и так далее. У нас появились фиктивно рожденные дети, дети, которых в природе нет. И вот сейчас многие органы ЗАГС вышли с законодательной инициативой в законодательное собрание своих регионов убрать из этой статьи возможность регистрации только по свидетельским показаниям. Вот мы с вами посидели, я говорю, скажите, пожалуйста, что я родила там двойню, а я когда получу материнский капитал, я с вами поделюсь и так далее. Нет, все должно быть настолько регламентировано, настолько под контролем, вот эти вещи все, поэтому сейчас будут носиться изменения. Но это заведомо хотели сделать лучше, а получилось как бы вот при изменении ситуации по-другому. А сейчас с этим законопроектом о признании сожительства мы хотим сделать хуже, мы усложняем. Поэтому я думаю, что брак должен оставаться... Все эти миры государственной поддержки брака, да? То есть получается, они настолько размоются, да? И вот это доказать вообще степень эту будет очень сложно. А мы сейчас прервемся на рекламу. Я обещала вам рассказать результаты нашего голосования сегодня. Сегодня в течение дня мы проводили в наших соцсетях. Итак, сожительство можно считать браком. Да, по сути, одно и то же. Нет разной степени ответственности. Либо главное – это любовь. Так вот, в процентном соотношении нет категорически, это разная степень ответственности, 50%. На втором месте главное – это любовь, 30%, и 20% только сказали, да, по сути, одно и то же. Посмотрим, что будет с интерактивным голосованием, которое мы проводим сейчас в прямом эфире. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, увидимся через несколько мгновений. Мы возвращаемся в студию. Сегодня мы обсуждаем новый законопроект. Сенатор Антон Беляков пояснил, что совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка можно признать как фактически брачные отношения. Так вот, чтобы это сожительство приравняли к браку, необходимо на сегодняшний день собрать 100 тысяч подписей. Относительно нашего населения, да, эта цифра очень маленькая, мизерная, да, поэтому с легкостью, кому надо, да, они наберут эти подписи. Вопрос, что будет тогда, вот давайте сейчас пофантазируем и, собственно, разложим эту ситуацию. Что будет, если этот закон примут? Вот давайте с разных позиций, да, то есть, вот что скажет нам адвокатура и что нам скажет ЗАГС? Ну, во-первых, конечно, адвокатура скажет, что существующий порядок принятия законов Российской Федерации все-таки позволяет рассчитывать на большинство здравомыслящих, которые не допустят в Государственной Думе принять этого законопроекта, но и тем более, я так полагаю, что и президент вряд ли его подпишет. Но, тем не менее, если вот начать фантазировать, как вы предлагаете, ну, начнется определенный хаос. Конечно, единственным способом установления этих фактических брачных отношений будет являться суд. Ну, я не могу себе представить, это другое, ну, какой-то административной процедуры. То есть, пойдут... Суде нужна доказательная база. Пойдут устанавливать факты, да. Да, вот откуда взять эти факты? Предлагают эти факты брать, например, подтвердить вот это существование отношений, да, достаточно показаний соседей или видеоматериалов. Мне вот интересно, каких же это видеоматериалов? Трудно предположить. В виде этих, да, честных соседей найти. Зато можно легко предположить, опять же, мы обсуждали это в широком кругу, да, а если человек состоит в нескольких отношениях, что бывает на практике, да. Ведь основной постулат нашего общества, да, это недопустимость двоеженства и двоемужа. Но формально, если следовать логике, вот предложенной, да, то если подтвердить факт того, что вот живет человек с одним, с одной женщиной, например, или с мужчиной, и с другим, то надо признавать фактически брачные отношения в отношении двух людей. И когда любовница может претендовать на квартиру, у которой они спокойно, там, да, уже несколько лет... Она уже не будет любовницей, получается, две жены. Фактическая будет жена. У нас появится новый термин. Фактическая жена. Есть жена юридическая, есть фактическая. Да юры де факто, как обычно это говорится. Конечно, ну, будут проблемы с установлением сроков и доказыванием именно этих сроков. Ну, хорошо, соседи сказали, что да, вот, заметили, как выходил из квартиры, да. А когда выходил из квартиры, вот, ну, когда пытаешься допрашивать свидетелей в судебном процессе и выяснять какие-то детали, ну, вещь иногда просто бесперспективная. Ну, у нас оперативная память, мы же не компьютеры, у нас все это вылетает. А юриспруденция наука строгая. И если штамп стоит, ну, штамп ЗАГСа, да, мы понимаем, когда брак возник. А если штамп не стоит, то по показаниям соседей с памятью достаточно условной, да. То есть здесь наверняка будет манипуляция. А манипуляция всегда плохо, потому что они чуть-чуть в сторону все равно ущемят. И кто ловчее будет в этих манипуляциях, тот получит большую выгоду. Кроме того, ну, хочу подчеркнуть, что, ну, на мой взгляд, это еще один повод снизить степень ответственности человека перед близкими, перед обществом. Все-таки брак – это институт людей созревших и серьезных, которые отвечают за себя, за своих мужа или жену, за детей. А вот когда мы начнем вот в эти игры играть фактически, да, и постоянно передергивать эти факты, то, ну, это как-то все, ну, по-детски несерьезно. Да, и зачем тогда брак, да? И, конечно, крайне не хотелось бы в судах заниматься этой вознёй. Это, ну, и судебную систему напрягать будет излишне, вот, и плюсов не прибавит никому, участвующему в этом конфликте. Поэтому, ну, надеюсь, вот то, что мы пофантазировали, это так и останется фантазией. И все-таки мы будем в рамках сегодняшнего находиться законодательства семейного. А вот фантазируем дальше. Находились фактически… Ну, во-первых, календарь меня интересует этих отношений, да, точка отсчета. Ну, хорошо, вот находились фактически в брачных отношениях 4 года, 11 месяцев и 29 дней. Два дня там не дотянули мы до пяти лет. И в результате всё равно та сторона, которая пытается сейчас как бы защитить закон, она останется беззащитной, потому что он развернулся и ушёл. Фактически они прожили пять лет, и женщина в надежде на то, что через пять лет у нас всё-таки вот где-то замаячить наша такая… Всё сорвалось. Всё сорвалось. Два дня, и на этом всё закончилось. И ещё некоторые всё-таки, наверное, забывают, что не только плюсы есть от таких моментов. Скажите, пожалуйста, а как быть с долгами, с кредитами, которые сейчас при фактически в брачных отношениях остаются ответственностью только того, кто взял эти кредиты или кто сделал эти долги? А уже при признании фактически в брачных отношениях, ну, это отношения, это уже будет совместно нажитая проблема. То есть об этом как-то забывается. Поэтому можно фантазировать очень долго и много. Я думаю, не стоит менять то, что уже работает на благо, скажем так, создавшейся семьи. И всё-таки документ, он должен быть признан государством. Если государство признает ещё какой-либо документ, и, кстати, кто его будет выдавать в суд, ну, решение суда – это понятно. Но не будут же они ходить всегда с решением суда, в котором будет написано, как доказалось, какие видеоматериалы предъявлялись. То есть на основании этого решения суда должен быть выдан какой-то документ. Кто его будет выдавать? ЗАГСы? Ну, тогда извините, вот здесь мы выдаём законные свидетельства о браке, а здесь мы выдаём свидетельства о сожительстве. Ну, наверное, это уже театр абсурда. Вы всё фотографируете, снимаете. Театр абсурда. У нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Да, да, да. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот вы знаете, что я хочу сказать? Что вот каждая девочка, которая живёт гражданским браком, она всё должна включать в мозги. Опять гражданские. Что и как, и потом, что будет. Вот. Галина Антимовна, мы с вами в одной школе учились, потому что я очень вас уважаю, Серёжа Кардашова, мы в одном классе даже были, учились. Поэтому я так вот, да, ага. И поэтому я хочу сказать, что вот нельзя гражданский брак считать основой семейной жизни. Потому что всё-таки мы люди, там, советского времени, такого фундаментального отношения ко всему. Поэтому я считаю, что должно быть так. Именно так. Вот тогда, уважаемые старшие поколения, ваша задача, вот эти фундаментальные основы, как-то перенести на свою-то молодёжь. На сознание своих детей. Да. Вот надо передавать эти традиции, транслировать. Потому что когда вот... Я сейчас отвечаю за вагон, давайте. Это вы очень хорошо сказали, потому что это наболевшее для всех, не обязательно это представитель органа ЗАГС должен говорить. У нас сейчас стоит задача возродить семейные ценности. Ну, а семейные ценности, это, наверное, тогда могут быть возрождены, когда институт отца, институт мужа, не фактического, а именно вот на юридической основе. Матери, жены, бабушки, дедушки и всех. Оно должно быть поддержано государственной системой. Это у нас есть. Поэтому я думаю, отменять то, что у нас всё устоялось, ещё раз повторю, театр абсурда. Поэтому давайте всё-таки мы будем голосовать за то, чтобы оставить так, как положено, государственной регистрацией брака, она должна быть и оставаться в нашем обществе, а вот таким законопроектом сказать нет. А ведь ещё один момент, на рассмотрение тоже поступило предложение о том, чтобы ещё и узаконить церковное венчание. Вы знаете, вот как раз против этого я никогда бы и не пошла, потому что возрождение традиций, возвращение их к корням, возвращение к травственности, это очень хорошо. Но нам надо тогда отменить декрет от отделения церкви от государства, принять какой-то другой документ, который бы соединил эти две системы. Но эта тема очень глубокая, и, наверное, это не в рамках сегодняшнего нашего телефорума. Но в этом есть зерно истины. Вадим, а вы там видите, какое зерно? Ну, Конституция Российской Федерации провозглашает нас светским государством, поэтому, и учитывая много конфессиональность нашего общества, ну, дорожка такая предстоит тернистая, поэтому я думаю, что каждый человек должен с точки зрения религии определяться самостоятельно. Также не вижу в этом ничего плохого в принципе, и я думаю, что дополнительные скрепы духовные, они только на пользу. Ну, здесь какого-то обязательного требования, я думаю, что законодатель не будет никогда вводить. Ну, как говорится, богу-богово, вот. Кесарево. Кесарево, Кесарево, точно. Кстати, вот еще один интересный момент. А что будет тогда с церемониями выездной регистрации? Ведь там тоже, да, видео есть свидетельства, да, есть и близкие, родные, которые тоже скажут, что это брак. Зачем ходить в ЗАГС, можно вот так вот все обыграть и уже сказать, да. Да, вот здесь тоже игра словами. Это не выездная регистрация, это имитация, это театрализация, потому что ни один сотрудник ЗАГС не имеет права выехать куда-либо, в ресторан или на берег реки, провести эту церемонию. За исключением случаев, когда на законодательном уровне принимается решение в связи с отсутствием нужного количества помещений, так как в Москве вот это сделано, да, постановление правительства Москвы, они определили архитектурные комплексы для проведения как раз вот регистрации брака торжественной. Но это определены маршруты, дни, полномочия тех, кто, скажем, туда выезжает, и там действительно выдается документ, признанный государством. Я могу вам рассказать случай буквально в двух словах, когда у нас была такая ситуация. Пара приезжает на регистрацию, это было лет, наверное, 18 назад, и забыли они паспорта. Пара была из Мурома. Регистрация брака у них проходила где-то в районе 16 часов. Естественно, что доехать до Мурома, забрать паспорта и вернуться уже не представлялась возможность по временным рамкам. И мама со слезами на глазах просила, ради бога, чтобы их 10 раз не одевать, чтобы прически не делать. Дайте им сфотографироваться в зале. Я была достаточно молодым сотрудником, я повелась на эти слезы, и я дала им сфотографироваться в этом зале. В результате, ни на следующий день, ни через 4 дня, 5 дней эта пара на регистрацию не приехала. Мужчина отказался от регистрации, девушка оказалась беременной, и мама, написав заявление в прокуратуру, кричала на меня, сколько вам заплатили, чтобы вы уничтожили эту запись. Вторая мама. Нам пришлось очень долго доказать, что это была просто фотосессия, как сейчас говорят. Но больше мы таких уже ошибок не совершаем. Как бы ни плакали, как бы ни умоляли, мы говорили, приедете с документами, и только после того, как подпишете, все будете вот это фиксировать. Поэтому больше мы на такие вещи не ведемся. Вот вам, пожалуйста. Фактически брат. Фактически брат, да. Я другую могу историю рассказать. Мне повезло, я попал в число счастливчиков и регистрировал свой брак в усадьбе Танеева 10 лет назад. Вот, это такие, ну, есть такое исключение. Это было очень красиво и здорово. Причем, ну, выдали сразу свидетельство, настоящее. И помидуя об этом, я, наоборот, предложил бы вот в этом направлении провести какую-то законодательную работу, которая бы расширила возможности, поскольку, ну, это здорово, это запоминается на всю жизнь и создает юридические последствия. Вадим, я вас попрошу, прежде чем это инициировать, поставьте вопрос об увеличении штатной численности работников ЗАГС. Потому что, когда мы, например, дворец бракосочетания регистрируем в день 40-43 пары, и каждая пара захочет создать вот такой праздник, и выездная регистрация должна будет пройти в 43 местах, вы же понимаете, что это нереально. А сделать выбор в пользу кого-то, а кому-то отказать, ну, я считаю, что гербовые документы, журналы, печати мы не можем вывозить в другое место. А заранее это оформлять, вот это уже точно фикция. Потому что все, что угодно может случиться, и документ уже будет оформлен, будут стоять печати, будет создана актовая запись, и вдруг что-то. Вот давайте как-то осторожнее с такими вещами. Я уверен, что наш ЗАГС – это передовик, и, в общем, расширять численность, это, да, это хорошо. Вот это вот шаг вперед, вот это модернизация. Да, вот пусть общество поможет нам, значит, увеличить эту штатную число для того, чтобы мы могли создавать более интересные праздники. Да что, мы соберем эти 100 тысяч подписей, да, и органы ЗАГС будут приезжать везде, где только вы хотите. А вот к нашему голосованию мы сейчас подытожим, наши телезрители считают так, что сожительство – это, собственно, нельзя приравнять к браку, это абсолютно разные вещи, 100%. То есть единогласно мы сейчас порадуемся, что действительно такие результаты. Я хочу, чтобы вы сейчас их прокомментировали. Ваша точка зрения, Вадим, пожалуйста. Вы знаете, есть такой способ в логике доказывания, когда мы отталкиваемся от обратного. Вот мне кажется, что законодатель наш Беляков, он дал нам возможность оттолкнуться от обратного и убедиться в том, что то направление, в котором мы движемся, оно объективно правильное. Поэтому я рад, что большинство наших сограждан согласны с неприемлемостью вот этой трактовки. И надеюсь, что от этого мы только выиграем все. Это моя позиция. Ну а мне бы хотелось, чтобы официальных браков, которые заключены в органе ЗАГС, становилось больше и больше. Никто не говорит о том, что всех надо заставлять и гнать туда, к нам получать эти свидетельства. Живите, пожалуйста. Но только не требуйте от государства признания того, что не должно быть признано. Риски берите на себя. А так, милости просим, мы всех ждем и хотим, чтобы эти браки были очень крепкими. И совет вам для любви. Совет вам для любви. Однозначно. Спасибо, что сегодня пришли к нам. До новых встреч в эфире. И еще раз напоминаю нашим телезрителям, что гражданский брак – это тот брак, который заключил органы ЗАГС. Все остальное – сожительство, не иначе. Спасибо.